Филисити Хаффман действительно признала свою вину в том, что давала взятку на экзамене своей дочери. Причем она подчеркнула, что ее дочь не знала об этом. Ее ответы в тесте были исправлены уже после того, как девушка покинула экзамен. Впрочем, Хаффман не единственная, кто сознался содеянным. 13 других родителей и один университетский тренер также признались в том, что были вовлечены в преступную схему. Всего в деле о махинациях обвиняются 50 человек, и не все они собираются просто так сдаваться. Некоторые родители пообещали, что будут бороться за свое честное имя до конца. Какое наказание ждет Хаффман и как эта ситуация скажется на ее карьере, пока не ясно. Но актриса уже опубликовала официальное заявление, в котором она принесла свои извинения. Я полностью признаю свою вину и с глубоким сожалением и стыдом беру полную ответственность за свои действия и готова к последствиям. Мне стыдно за боль, которую я причинила своей дочери, семье, друзьям, коллегам и всему студенческому сообществу. Я хочу извиниться перед ними. И особенно я хочу извиниться перед студентами, которые каждый день усердно работают, чтобы поступить в колледж. И перед родителями, которые идут на огромные жертвы, чтобы поддержать своих детей. И делают это честно. Другая актриса Элисон Мэг заметными ролями в Голливуде не отличилась, но свои минуты славы она все-таки дождалась. Случилось это, правда, не на съемочной площадке, а в здании суда. Год назад Мэг предъявили обвинение в организации преступной деятельности. Как выяснилось, актриса была членом секты Нексиум, глава которой позиционировал себя как организатор тренингов личностного роста. Но на самом деле таким образом принуждал людей к сексуальному рабству. Мэг помогала ему вербовать новых членов секты. Спустя год отрицания она, наконец, признала свою вину, добавив, что осознает, сколько боли принесла людям своими ошибочными действиями. Теперь Мэг грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор огласят в сентябре. Несмотря на обилие судебных разбирательств, на благородные поступки в шоу-бизнесе еще способны. Тейлор Свифт пожертвовала 113 тысяч долларов на поддержку проекта «Равенство в Теннесси», который отстаивает права ЛГБТ-сообщества. Помочь организации певица решила после того, как в ее родном штате Теннесси на рассмотрение стали предлагать законопроекты, допускающие дискриминацию по религиозным убеждениям при усыновлении детей однополыми парами. И еще одна новость теперь уже о другой певице. Мадонна выступит на Евровидении. Певица исполнит две песни, одна из которых будет новой в финале музыкального конкурса. В этом году он пройдет в Тель-Авиве и, по слухам, за это выступление Мадонне заплатит 1 миллион долларов. Как передает BBC, расходы на себя взял израильский миллиардер Сильван Адамс. Он уже заявил, что рад и горд принять Мадонну в Израиле. Финал Евровидения пройдет 18 мая. На сегодня у меня все.